МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Французская версия книги Танера Акчама о геноциде вышла в свет во Франции. Постановка Куемчана, Константинополь, Лос-Анджелесе, Брадуэй World Awards получила три награды. Сегодня день памяти Андрея Верноя. В Западной Армении ночью температура доходит до минус 15 градусов в Карине и в Эрзруме. Густые деревья создали потрясающий вид. Граждане, которые смогли увидеть эту красоту природы, не отказались и сфотографироваться. По их словам, это просто сказочно. Самая низкая температура воздуха в регионе была зафиксирована на уровне минус 15 в Эрзруме, минус 9 в Ардахане, минус 18 в Агре, минус 17 в Карсе и минус 4 в РНК. Власти предупреждают граждан, чтобы они были на чеку, чтобы избежать проблем, вызванных туманом и невидимостью, а также сильными морозами и обморожениями в регионе. В Харберте полицейские, замаскированные под гражданские лица и представившиеся в качестве покупателей, конфисковали 460 серебряных монет, возраст которых варьируется от 1500 лет. Согласно информации, полученной вчера, группа, работающая с командованием государственной полиции, работает над предотвращением контрабанды исторических артефактов. В связи с этим сотрудники, представляющие покупателя, связались с контрабандистами. Они были арестованы во время преступления, монеты были изъяты. Самопрозглашенная ливийская национальная армия продолжит сражаться с войсками международного признанного правительства. Генерал Халифа Хафтар, командующий мятежной ливийской национальной армией, которая противостоит правительству национального согласия, отверг в пятницу 10 января соглашение о прекращении огня. Хафтар заявил, что его войска продолжат сражаться. Турция и Россия ранее призвали обе стороны гражданской войны прекратить боевые действия, начиная с вчера, 12 января. Канцлер Германии Ангела Меркель накануне своего визита в Москву выступила в поддержку режима прекращения огня. Во Франции профессор Танер Акчам, профессор университета Кларка в штате Массачусет, США публиковал книгу под названием «Приказы об убийстве» французской версии телеграммы «Талата Паши» и «Геноцида армян». В связи с этим историк дал интервью французскому журналу «Ла Монде». По его словам, те, кто отрицает геноцид армян, часто настаивают на том, что нет никаких доказательств того, что произошло в 1915 году. Постановления об убийстве делают все эти требования недействительными. Книга рассказывает о прямых приказах убивать армян. Отрицание в Турции имеет глубокие корни даже о государственном устройстве. Отрицание может быть только политически оспорено. Все это должно рассматриваться в контексте великой борьбы за установление демократии в Турции. Только смена правительства может изменить официальную риторику Турции о геноциде армян. Мои выводы помогут тем, кто борется за установление демократии в Турции, отметил Акчам. Постановка «Константинополь» получила три награды на Бродвее в Лос-Анджелесе. Арам Кюмджан был номинирован на лучшую режиссуру, а главные актеры Тревис Лоффлин и Ева Абрамян были номинированы на лучшую мужскую и женскую роли. «Константинополь» был поставлен прошлой осенью. Он представляет жизнь армянской общины в столице бывшей Османской империи после геноцида армян. Критики высоко оценили этот спектакль, подчеркнув замечательный сценарий и талант режиссера, а также актера. Андрей Верной Ашот Акопович Малакян родился 15 октября 1920 года в Текердаге, умер 11 января 2002 года в Баньоле. Известный французско-армянский режиссер родился в Османской империи, как уже было сказано. Семья Верной эмигрировала против армян после геноцида в 1924 году, когда Андре было всего 4 года. Они поселились в Греции на некоторое время, а затем переехали в Марсель. Сначала он пел в армянской церкви Марселя и посещал католическую школу. После этого он учился в школе прикладного искусства, а в 1941 году окончил французскую среднюю школу Экс-Ан-Прованс-Лицей. В 1944 году он начал работать в еженедельнике «Горизонт», публиковал статьи о армянском деле и делал радиопрограммы о кино. В 1949 году он переехал в Париж и работал в кино. В 1948 году Верной снял свой первый фильм «Певец армянского горя и свободы», посвященный писателю Аветису Ааруняну. В Армении Верной известен своими автобиографическими фильмами «Мать и райская улица. Дом 588». За свою карьеру он снял более 50 фильмов. Он получил ряд наград, в том числе медаль почетного французского легиона, медаль просветителя армянской апостольской церкви первого класса, а кинофестиваль «Золотой абрикос» получил гран-при Сергея Параджанова посмертно. Однажды он был гоминирован на премию «Лучший сценарий» в номинации «5 ног». На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Адраник» Паша в исполнении группы «Готапнет». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миру!